Всем привет, ребята! Итак, начнём с хороших новостей. Соответственно, я разобрался с этой дурацкой загадкой. Ну, как разобрался, я скорее нашёл прохождение всё-таки этой загадки и даже походу сам врубился, но логики, конечно, я в ней какой-то не проследил, я просто понял, на что нужно опираться, чтобы понять, что загадка идёт в нужном направлении. Вот, я просто в прошлый раз благополучно отказался поздно ночью это понимать, просто хотел как-то на отъебись это всё решить, так что надеюсь, кому-нибудь это, ну, готовое решение просто поможет, так что погнали. Так, выбираем настроить генератор колебаний, нажимаем значок маленький паук, настраиваем силу пружин, выбираем натяжение пружины, шестикратное. Так, силу пружины мы выбираем. Ага, третьего размера, отлично, оставляем. Так, и амортизация. Нужно поменять... А, двоечку, двоечек правильно стоит, правильно, да, по-моему. Так, закончить настройку и нужно проверить силу пружины. Сила пружины слишком велика. Ага, так, значит, значит... То есть, соответственно, вот каждый раз, когда мы прокликиваем вот эти все штуки, нужно проверять силу пружины, чтобы он написал, что она находится в норме. Вот. Так, сейчас мы посмотрим, что поменять. Может, на тройное усиление проверить силу пружины. Вот, да, сила пружины соответствует базовому режиму. То есть, не шестикратная, а трехкратная надо. Вот, я в чем ошибся немножко. Подзабыл просто я вчера ночью с этим разбирался, соответственно. Вот. Сейчас-то уже настал следующий день. Так, закончить настройку. Так, теперь нам нужно настроить режим колебаний. Настроить первичный модулятор на... Так, ну это мы все проскипываем, это нам неинтересно. Мы ставим... Ага, вот, видите, стоит средний уровень, раз остались, соответственно, короткие и длинные оставляем. Средний уровень. Так, вторичный у нас короткий будет. Вот, справляем на короткий. И третий ставим тоже короткий. Отлично. Проверить колебания. Базовые колебания короткие, средние и короткие. Первичные. Ага, ага. Текущие... Соответствуют базовому режиму. Отлично. Часовой генератор готов для запуска маленького металлического паука. Вот так вот загадка решается. Я всего один раз ошибся, потому что, ну, подзабыл. И... Блин, а какого надо? Блин, я сейчас вспомню. Я просто читал в прохождении, что... Вот этот паук, он дает... Какой-то из пауков дает шмотки на воина, какой-то на мага. Но мы в итоге, как бы, сможем оживить двух пауков. Я оживлял в прошлый раз серебряного, и он дал мне шлем и щит. Что даст золотой, хороший вопрос. Но шлем-то он мне прям там очень хороший дал. Прям охерительнейший шлем, я бы даже сказал. Ну-ка. Золотой чудо с чисто интереса ради. Вы изучаете останки механического паука. Паук покрыт золотистым металлом, на котором выигрываны магические узоры и рунные круги. Паук по-прежнему в рабочем состоянии. Пострадала только грудная клетка. Механическое сердце, питавшее его энергией, было уничтожено. Вставить часовый генератор в паука вместе с металлическими деталями. У вас есть только один часовый генератор. Вы точно хотите оживить этого паука? Да. Часовый генератор приходит в сцепление с шестернями и пружинами внутри паука, и металлическое существо оживает. Так, посмотрим, что нам даст этот товарищ. Паук грустно щелкает. Паук держит что-то в когтях. Похоже, он принес вам подарок. Так, что он нам принес? Боевой посох он нам принес. И второй какой подарок? Блин, а как? О, попал. И что-то второе-то нам дал. А, одежду строителя он нам что-ли дал? Нет, это немножко не то, что я хочу. Соответственно, мы выберем серебряного паука, потому что он там более матерые вещи дает. Ну, которые, по крайней мере, в этот момент могу носить, соответственно. Поэтому, мистер серебряный паук, оживите, пожалуйста, себя. Вот, он тоже расстраивается, что его друг не жив немного, поэтому... И тоже входит в текстуры. Сразу. В прошлый раз он у меня так не входил в него. Так, ну да, он тоже там что-то держит в лапках, тыры-пыры, и дает нам, соответственно, щит и шлем. Вот. Неразрушимый. Защита 63, это просто безумие. Повышает агрессию, правда, восстановление мана, восстановление жизни. Ну, короче, хороший шлем. Без задней мысли его одеваем. О, а на этот раз он нам дал вот эту херню. А, а вот щит, отражатель, да. Вот, щит он нам дал все-таки. Неплохо, неплохо. Блин, ну щит вообще охерительный. Может, все-таки я со щитом пока похожу. Шлем никто носить не может. Вот так у меня прям вообще я от души душевно в душу. Прям танковый танк я. Восстановление жизни, восстановление маны. А, у него и то, и другое. Так, замечательно. Разобрались с дурацкой загадкой. Стали намного сильнее, увереннее в себе и так далее. Что дальше? Так, вирма нет пока, нам не надо кормить. Идем сюда. Давайте отправимся в гноме этот Винтер... Нет, Винтерхелл это игра престолов. Здесь другое. А, Винтерлайт. Мистер Паук за нами идет. Интересно. Так, в Су. Призрачная гавань. Цитадель. А что за цитадель? Ну-ка. Ага. Пристань на юго-западе. Лагерь Союза. А, а вот где в цитаделе искать вот эту вот штучку для оживления второго паука? Я как бы хрен знает. Фух. Это хороший вопрос. Но хочу ли я на это сейчас время тратить? Это отдельная тема. Просто глянул, свяжу, что там. А, все, я вспомнил. Да, вспомнил, что за цитадель, что это я в самом деле. Конечно, я вспомнил, что это такое. А что-то туда убежал зачем. Так, во, Винтерлайт. Погнали. Вот корабль. Ага, классно. Так, гадамчанские. Вы готовы к победе? И получаем задание наступления. Так, сохранимся перед тем, как... Ну, как раз сохранение Винтерлайт у нас появляется. Самое первое, которое у нас появилось, когда мы начали игру. Так. Ага, еще и гномы в моем распоряжении. Кровавый топор. Что ж, друзья, пора выдубить шкуру другую. В смысле, гном-шахтер погибает? Вы что, еле? Эй, гномы-шахтеры не погиб... Эй, вы что погибаете? Явись, ветер севера. Сразись со мной. Блин. Это, конечно, сейчас очень не вовремя, эти ветра севера. Берегись! Мгм. А где они погибают-то? Что-то понять не могу. Неплохо вы их окучили. Прям... Прям нормально. Шестой уровень, удачи. Ого! Смерть над головой. У меня юнитов-то таких нету, кто умеет так туда бить наверх. Что, типа, гномы погибли и мне засчитали выполнение квеста? Что? Да ладно, его этой штукой атаковать, что ли, можно? Так, отлично. Кота тоже за хвост и в гриву лежать. Кота тоже за хвост и в гриву лежать. Так, один все-таки у меня погибся за хвост. Так, один все-таки у меня погибся за хвост. Ну да, безумно весело. Наконец-то. Над нас стрелая, до свидания. Да, возвращаемся в самое начало. Ну а ты че стоишь? Тут стало ненормально. С бою! Ммм, сюда куда-то дальше даже можно пройти. Ничего себе. Понятно. Попозже заглянем, слишком много башен. Спасибо, не надо. Попозже. 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 О-ой-ой, потери начинаются. Хм. И что дальше? Вы мне предлагаете штурмовать вот этим вот отрядом. Классно. Да ладно, моего персонажа уронили. Ничего себе. Так, ну делал совсем плохо, судя по всему. Понятно. Всё крайне плохо. Ну, типа нам в атаку надо идти, что ли, или что? Попробуем атаковать в лоб. Да нет, мы не вывезем. Нам не хватит просто войска. Вон, у нас уже минус два. Абсолютно не вариант. Что делать-то надо? Если нас так распинывают мощно. Ну, вернул я Винтерлайт, что дальше? Да хорош. Чего у вас так много-то? Может, она где-то здесь? Не торопись. Может, она где-то здесь? Может, она где-то здесь? Может, она где-то здесь? А где это, зараза, прячется, а? Ну, классно просто будет Да, они тупо сильнее меня, я ничего сделать не могу Как мне выжить в этом прессинге? Офигеть, я уже в самом начале потерял сразу двух бойцов Пиздонос Так, бежим, просто бежим У нас нет, все, нет ни единого шанса Нас в любом случае настигают, потрясающе Просто нет слов Просто вообще, что они делают? И свалить я отсюда не могу Аааа, она все-таки появляется, эта паскуда Сука Че ж сделать-то такое можно, чтобы не охуеть Такого беспредела Попробую чисто йоконтрить тогда Быстрее Так, ну окей, мы ее типа покоцали Попробуем, может, с этого сохранения как-то продвинуться куда-нибудь Да, блин, она с полным хп опять приперлась И моего персонажа сразу в минус отправляют Без шансов Просто, абсолютно Не знаю, может попробовать сбежать тогда просто И вернуться потом, когда мы будем очень сильными Все, бегите сюда Это единственный верный выбор Все А этот, супер-гном-то 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 же, кстати, погибает на тоге На пробу догони Скотина Отстали Да, тактическое отступление Окей Классно Просто вообще слов нету От того, как нас вы, блин, на это Да Начали мы, конечно, неплохо Прям очень даже неплохо Вон, дайте мне пауков Я покажу, как нужно воевать Сразу нагнем эту заразу Ну или хотя бы вот этого маленького Он по-любому же тоже что-то умеет Не знаю Не знаю В цитадель что-то реально пойти Поискать второго паука Ну, давайте так Вскользь гляну Так уж и быть Может, что-нибудь увижу Ну, в теории, конечно Я вот так не припомню Чего-то Мин-дем А Точно Я же здесь стража-то не убил Мин-дем У меня что-то говорили про док, у кого нужно убивать, но я, конечно же, забыл уже благополучно об этом. Ну, давайте попробуем. А, то есть я его сначала атаковать не могу. Вообще ничего не происходит. Зато есть башни эльфийские. Ммм, окей. И что дальше тогда? Хм. Отправьте город Крабль в Драглур с помощью навигатора. Окей. Отправим. Давайте только быстро. Можно отправиться в Фиару, кстати, да. Можно ветра еще поделать. Ветра нам попроще даются. Ветра нам попроще. Так, а что дальше? Ну, в Драглур прибыли. Не думайте, что круг изначально был порочен. Значит, просто хотели защитить и сохранить знания неугасимого пламени. Однако я помню, что еще тогда, когда мы верили в правоту нашего дела, один из нас уже был испорченным. В круг Хакана Шир был допущен только для того, чтобы его можно было контролировать. Уже тогда он задумал свое самое великое творение, клинков. Оживленные силой безупречных камней души, выкованные из боли и холодного металла в темной кузнице. Эти чудовища, вооруженные острыми лезвиями, были полностью послушны ему и смертельно опасны. На подобные вещи ему всегда хватало изобретательности. Стоять! Дайте мне поговорить с Шайкан. Я положу конец этой битве. Но эти существа из металла не моей крови. Ими управляет Шайкан. Она пришла с этими железными созданиями с остального берега. Кажется, я знаю, кто это. Вы должны помочь мне пробиться к ней. Конечно. Я должен прямо сейчас передать тебе командование, верно? Императрица одобрила бы это. Императрица? Если бы тени не прикрывали ее тыл. Тебя бы вообще здесь не было. Ты окажешь Шайкан всю посильную поддержку, чтобы прорваться к вражескому предводителю. Я доложу, Императрица. Так, эфирный портал в Драглур. Ага, все отлично. Еще и опыта дали даже. Главарез, рыцарь смерти. Так, ну где-то идет бойня, короче. Так или иначе. А где ресурсы? Ага. Всего тысячи. Я вам что на эту тысячу построю-то? Еще головой своей подумали. Ну, это смешно, конечно. Буря клинков. Солдат. Сбой! Так, призываем наши всякие летающие топоры. Так, движемся дальше. Ммм, как не пройти к телепорту. Ну, ладно. Ну, ладно. Собlyam. Ммм. О, что-то как-то больше стало внезапно. Так, то есть своими силами нам, видимо, и судьба пробиться. Беги! Но мы не сильно-то вперед продвинулись, что мы вот на этом углу встали и все. Ну, видимо, мне все-таки придется строить какие-то войска. Что, скелет? Это мой? Ну, все по всему. Ну, все по всему. Ну, все по всему. Как-то моя армия прибывает по чуть-чуть прибывает. Ну, все по всему. Так, ну, что-то у нас тут прямо шервок наметился. Неплохо. Постойте, а я помню эту карту, я помню эти фонтаны дурацкие, вот это все вот. Ну, возможно, просто она очень похожа, но черт возьми, что-то крайне знакомое. Понятно, они все серебро добыли. Так, ребята, срочно сюда. Что-то первый раз заметил, что когда мы их бафаем, вот такие кулачки начинают вокруг них летать. Не замечал до этого. Еще вот сюда можно пройти, надеюсь, что с той стороны наступать не будут. Да, точно, я помню эту карту. Помню, помню. Ну, вот здесь, совсем другое дело. Ну, вот сейчас совсем другое дело. Ну, вот сейчас совсем другое дело. Идем дальше. А что, колдуни, они только издалека что-то делают? Я почему-то как-то не знал об этом. Но слишком мало воинов ближнего боя получается в итоге. И тем более один погиб сейчас. Они сзади! Я иду с миром. Где предводитель клинков? Шайкан на болоте. Дело сделано. Закрыть ворота! Этот слабак отрезал нам дорогу. Что ж, остался один путь. Вперед! Мои разведчики не справятся с превосходящими силами врага. Наш единственный шанс снова зарядить ловушки. У вас уже есть один обсидиановый глаз. Они необходимы, чтобы зарядить ловушки. Поместите обсидиановый глаз в одну из ловушек на пути клинков. И она сработает, как только они подойдут к ней. Однако глаз будет потерян. Так что выбирайте осторожно, куда и когда класть его. Что опять происходит? Сейчас я за других уже играю. Жесть какая. Так, сколько здесь серебра? Четыре, пять. Ага. Еще одного сюда отправим. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Продолжение следует. И четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще четыре надо. Еще два. Ну-ка наваляйте ему. Так, отсюда я помню Наступать могут Ну здесь два подхода всего Откуда можно получить наступление Это вот этот И вот где паука я показывал Тут вроде бы ничего нет Так, все, восемь, отлично И троих как строителей возьмем Тут Ленни еще, наверное, где-то есть Она где-то тут была, я помню Ну ладно, не важно, не сильно она мне нужна А, прям под носом у меня Три, четыре, пять ее Так, всех воинов мы собрали Тысяча хер, пошел отсюда Так, и мне все еще нужны строители Так, камень Используйте, наверное, для развести ловушки Ну давайте Пока не будем ее заряжать Ну то нам же может не хватить Я так понимаю Сколько нам этих глазьев дали Два Вообще всего два Да, что дали, что не дали Лучше вот эту зарядить Она хоть подальше, не впритык к лагерю будет Оказавшись в углублении Обседановый глаз начинает светиться Как только он увидит врага, ловушка сработает Сколько еще Классно Ага, вот здесь строить тогда Конечно, что-то в пикулях эти ловушки все Непонятно, почему они так далеко Так, ну вроде держатся Я сейчас, правда, к вам еще подмогу отправлю по возможности Блин, а зачем я эту залупу-то построил Она мне абсолютно не нужна Блин Ого А ну стоять Так, у нас там школа убийц улучшается Строится здание Все значит идет чередом своим Ничего не помогаешь Не берут тебя, да? Так, что-то там какой-то прессинг мощный уже начинается Их всего четверо осталось Чувствую, мне придется сейчас телепортироваться туда, наверное Так, да, это уже не шутки 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 Блин, призови их, блин, призови их реально Стой, 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 вернись, вернись Ты еще не всех призвал Так, мне срочно нужно начать строить башни Так, а как они строятся, хорошие вопросы Понять не имею Такое ощущение, что у нас недоступна башня для строительства Классно, так, ладно Похудо-бедно встали на ноги Так, вот некроманты, пауки, это вот наше все Угу Скорее добывайте, добывайте Мне нужно еще вот эту штуку улучшить Хотя она мне вот меньше всего нужна на самом деле Так, они че, их призывают или в чем их проблема? Блин Так тупо ловушку просрали, ну ладно Идем дальше искать Ну, как вы мило стоите в сторонке Опа, ресурсы Дракон охотник Ну блин, откуда они здесь наступают Я вот понять не могу Ладно, я сохранюсь Потому что Опасный момент Пантера 20 уровня О, пседановый глаз Почему бы и нет Профилит Ну находимся Кстати, я же Я правда не уверен, можем ли мы улучшать еще. Так, сюда скорее, так, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 даже. Развлекайтесь. Ну, тоже чревато их, конечно, так, отправлять в никуда. О, у нас время-то уже заканчивать пора, вот дела. Ириазавр какой-то. Главное, половина бьется, половина ушли, вообще красавцы просто. Ага, все, начинают у меня рабов пинать, значит. Блин, все, вообще супер не вовремя случилось. У меня не все так дойдут. Нет, нет, нападать мы тогда не будем. Мы сопроводим лучше рабочих, зарядим ловушку и тогда вот, тогда уже, да. Вот, потому что откуда они идут, я все еще допетрить не могу. Возможно, отсюда откуда-то. Или они мимо просто пробежали, я в полу битвы не заметил ничего. Не знаю, не знаю, ладно. В следующей серии мы просто рабочих сопроводим на место и все. Ну и ловушку поставим, чтобы все-таки их там накрыло в случае чего. Так что всем спасибо за просмотр, всем до встречи и пока.